Девушки отдыхают Как мне раскрывать этой тайны? В чем секрет? Где Америка? Я всех приветствую, дорогие друзья. Это Edward Bill Production. Это новый топовый видос. Это не пранк. Мы сегодня не кошмарим бомжей. Сегодня у них выходной. Они наплавались, набегались. Все отлично у них. Интересный видос, который, скорее всего, оставит за собой еще дополнительно вопросы ко мне. К этому видосу вы очень долго вели, спрашивали и сейчас готов вам рассказать все то, что должно было свершиться в 2020 году. Все прекрасно знают, что я был в Америке совсем недавно, грубо говоря, 4-5 месяцев назад. Мы дали новое дыхание каналу Edward Bill. Мы солидно зашли еще раз по-новому на рынок. Как влогерский, так и пранкерский. Мы опять же дали понять всем, что все возможно. Рейтинг, который мы показывали, он был в 2-3 раза выше и сильнее того, что я когда-либо делал. Это был пик, когда мы задали планку. Ну все закончилось так же быстро, как и началось. Вот, парни, та самая Америка, дай! Есть из звезды, звезды знаменитости кино, актеров, издатов. Анна Ли, Ингрид Бергман, Эдвард Билл. Это, кстати, я. Я уже тоже зафиксирован в Голливуде как профессионал. Я должен был об этом сказать вам уже в ближайшем выпуске, как только я приехал с Америки, что у нас там произошло. Я просто думал, что так не бывает. Это сказки, блядь. И никто мне не верил, даже Амиран говорил. Когда вы писали мне, когда вернется старый Эдвард Билл, когда в 2018 году я мог закошмарить абсолютно фактически любого человека, дать ему просто лещину, налегке выкинуть его в канализацию, и все было смешно, круто, интересно. В России уже не получится так делать. Давайте попробуем сорваться в Америку и навести там шороху налегке. Находясь в Америке, будучи мигрантом в Лос-Анджелесе, мы снимали настолько жесткий контент. В России этому бы позавидовал каждый второй блогер. Каждый, абсолютно. Потому что тот контент, который я собирал, он настолько жесткий был, что каждый раз, фактически, каждый мой подход, который был провокационным, постоянно приезжала полиция. Вот постоянно, блядь. А ну быстро, бля, опустил камеру. Камеру на землю. Все к стене, а ну быстро встали к стене. Я либо съебывался, нахуй, в океан, блядь, прятался в воде, нахуй, либо терялся среди шоколадок. Один раз штраф на 5 тысяч долларов, второй раз на 10 тысяч долларов штрафы, постоянные штрафы. Постоянно меня пытались как-то, блядь, успокоить. Говорили, ну вы же понимаете, ну вы же, вы же нарушаете закон, вы зачем до людей доебывались? Ну так, мягко говоря, я говорю, ну вы же понимаете, это же прикол. Пацаны, ну все, пизда, мне кажется, сука. По сути, все сразу же пишут заявление там, а там это и правильно. Полиция решает, что делать. Человек идет, 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 там разрешена конопля, трава, курит прям в мусору въебало, дует нахуй, ничего за это не будет. А ты идешь, 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 резко поджопник даешь черным, съебываешься, за это ты можешь сесть на 15 суток, либо нужно заплатить штраф за это, у них есть выкуп. Very fro, very fro. Блядь, very fro. Это шутка, блядь, пранк. Блядь. Бать, скажи, бать. И скорее всего, блядь, из-за этого нахуй и закончилась моя история с Америкой. Да его посадят, да пизда ему, блядь. А я говорю, успокойся, нахуй, нахуй ты это делаешь, что нахуй я людей с пистолета поливал, да нахуй я с оружием бегал, блядь. Я брал фейковый пистолет и снимал пранк, роняю ствол в гетто, блядь. В каких-то кварталах, рядом с Комптоном. Комптон, чтобы вы понимали, это примерно Бутово. Ты в Комптон звонишь? Или чтобы подготовили для меня машины? Но только Комптон в пять раз опаснее. Там разрешено оружие. На меня сразу же провоцировались и агрились люди. Сразу же была драка, бойня. Самый первый выпуск, он был самый лайтовый. Что с ним? Скажи ему на лечение сколько надо денег? How much? How much does this cost? How much does this cost? Ты, кстати, хочешь, что это воздушно-капельный, блядь? Да, это хуйня. Да, конечно, это вообще не разумеется. Скажи ему, я даю ему деньги на лечение. Потом я понимаю, ваша задача, вы писаете, делай жёстче. Я понимаю, что окей, если это заходит отлично, давайте попробуем чуть-чуть интереснее сделать. Чуть-чуть жёстче. И я опять же встреваю, нахуй, в проблемы. Когда я торт в лицо ебашил, типам. Ждём, блядь, сделаем вращение, брата, фак. Тип залетает, нахуй, мамура, ебать, просто. Бэм, нахуй, я одному, второму, нахуй, просто налегке, блядь. И даже в конце, когда я говорю, что это пранк, люди не понимали этого. Даже когда я мог предложить денег, как в Москве, в России, тоже не могли понять этого, смысл, зачем. Скорее всего, эта вся информация копилась на протяжении всех двух месяцев. Просто вот такая тонна бумаг на меня административных правонарушений в Америке. В тот момент жена улетела уже в Москву. Я с лысой гнидой остался и чуть позже должен был улететь. В аэропорту подходит ко мне три человека. Они в пальто, в рубашках. И вот так вот, знаете, как в фильмах, без прикола. Вот так вот открывают пальто. И вот так вот. Сим-карты интересуют. Да не, я шучу, там не сим-карты были. Вот такой, нахуй, жутон ебать. ФБР там туда-сюда, блядь. Мол, туда-сюда, нахуй. Вы кто такой? Вы Эдуард? Я говорю, я Эдуард. Пройдемте с нами в комнату допросов, нахуй, блядь. Вы бы просто охуели там сидеть. Да вы просто, нахуй, я никому не посоветую туда попадать. Чтоб вы понимали. Я туда зашел, нахуй. Вот так вот, нахуй. Чуть ли не из кожи вон вылез, нахуй. Они полностью, чуть ли не до гола разделся, блядь. Они проверили вот каждый, блядь, сантиметр моей одежды, нахуй. Полностью, всю хуйню. Проверили все, что у меня в карманах. Все камеры. Проверили все, что у меня с собой было. Телефоны. Если бы я не разблокировал телефон, ну, добровольно. Они бы меня не отпустили никогда, пока я не открыл, блядь, телефон. Каждое сообщение они вычитывали. И у них стоял русский переводчик. Меня спрашивал. Вы с какой целью сюда пребывали? Это вы на видео с пистолетами по Венису, нахуй, ходите? А это вы, блядь, фоткались с пистолетами, там, с черным каким-то бомжами, блядь, там? Эй, какого хрена? Убери от меня долбанный ствол. А вы зачем, блядь, наших граждан кошмарите? А вы знаете, сколько на вас заявлений написано? Вот это мне все показывает, вот так вот, все вот так вот открывается, все вот так вот. Я вот на это все смотрю, там все на английском. Полностью каждая строчка, не до русского слова. Вот так вот у меня все открывается, я вот так смотрю и не понимаю. Ну, типа, я понимаю, что это реально серьезно, это не прикол, никто меня не пранкует здесь. Я говорю, я уже начинаю говорить, ну да, вы же понимаете. Мы же снимаем шоу для России, там. А вы зачем в хуевом свете показываете Америку? Зачем вы говорите, что тут, блядь, все, нахуй, бедствуют, ебать, бездомные? Бля, они так лежат, как на пляже, знаешь? Просто так легли, просто на дорогу, просто. Но вопрос остается открытым. Почему они на протяжении всего времени меня не нашли и не депортировали? И потом же, когда я попытался спросить у них, могу ли я сюда прилететь еще раз, никакого ответа не поступило, ничего. Но моя виза, она в паспорте не аннулирована. До сих пор она, как будто бы она активна. Они должны были поставить штамп. Этого не стоит. После того, как я прилетел в Россию, на мне лица не было и не мог поверить, что моя мечта, это настоящая мечта. Каждого из вас, я уверен, все хотели бы хоть разок там, может не жить, может ничего, хоть разок там побывать. И в этот же момент, блядь, Амиран мне говорит, ну что, полетели? Я говорю, ну давай полети. Сам, наверное, сейчас. Я ему не говорил, что случилось. Я не мог поверить, я просто думал, что они просто сказали, как бы припугнули меня. Весь карантин я сижу дома, там занимаюсь своими делами, стримляю, ну дома сижу, блядь. И в какой-то момент решаюсь собрать вещи и улететь еще раз попытаться в Лос-Анджелесе за Амираном. Я вообще такую историю, вы охуеете, просто не поверите нам. После карантина улететь в Америку навсегда. То есть, для начала я хотел с женой, а потом всю семью перетащить, подать на визу талантов и все такое, ну адекватно все сделать. Я купил билеты, у меня база безопасности пропустила, блядь, купить билеты в Америку. Если они говорили, что мы тебе больше сюда не пустим, с какого хуя? Я уже купил билеты, блядь, в России, в Америку. Я такой, ох, ебать, повезло, нахуй. Наверное, они меня просто припугнули про себя. Думаю, все, летим. Я говорю, Диан, собираешь вещи, я, блядь, срываюсь, нахуй, рано-рано утром. Самолеты там около 12 часов дня вылетают. Мы собираем вещи, я лечу, блядь, все, в аэропорт. Я продаю всю свою технику, которая в России. Компьютеры, блядь, машины, нахуй, мотоциклы, блядь. Свою тачку. ГТР, блядь. Я продаю тачку жены, нахуй. Всю хуйню, чтобы собрать денег и новую, нахуй, по новому этапу въебать в Америке, чтобы все охуели. Блядь, прохожу паспортный контроль. Полностью все печати, все, вылетите. Бля, хорошего дня, братик. О, охуенные пранки, брат. Погранцы, блядь, все фоткаем, все, ебать, охуенно все. Сейчас, блядь, стоим, блядь, в очереди в самолет, нахуй. Ебать, все, нахуй, прокатилось, сейчас ебем. В самый последний момент проверяют, нахуй, паспорт. Она берет мой паспорт, блядь, и вот так, нахуй. Вы никуда не летите. Вас не должно быть на этом рейсе. Ваша виза аннулирована. Я говорю, а как это хуй, нахуй, я билеты купил? Что за хуйня? Как вы продали билеты? Нет, ничего не знаю, идите, задавайте вопросы туда, туда. Я ничего не знаю, вы никуда не проходите. Все люди мимо проходят, нас, нахуй, мы стоим, общаемся. Блядь, я говорю, слышишь, блядь, сейчас самолет улетит, ты че, блядь, нахуй? Тут вы говорите, дам, ебну сейчас, нахуй. Ваше присутствие на этом самолете неуместно. Какими-то такими словами, ебанутыми. И у меня вопрос, блядь, кто нахуй угорает надо мной? Либо меня просто не хотят выпускать с России, вот как-то так. Я звоню Амирану, пишу ему, говорю, такая-то, такая-то хуйня. Знаете, че он мне сказал? Нихуя себе ты отмазался, говорит. То есть, ты че хочешь, чтобы я приехал в Америку, все нахуй сорганизовал, взлетел, и ты приехал на готовенькое, и ты придумал мне вот такую отмазку, блядь, типа, что я не могу попасть? Если у тебя нет яиц, нахуй, так и скажи, блядь. Вот так он мне сказал. Мне знаете, как это взяло? Чтобы я, блядь, очканул, и у меня не было яиц, говорю, ты, блядь, чертила. Я, нахуй, первый раз летал, блядь, сам, нахуй, без кого, без команды, блядь. Я взял только лысую гниду и жену свою. Мы летали, нахуй, вообще, блядь, на обум, блядь. На обум я снимал ролики, я рисковал, блядь, всем, что только у меня есть, блядь. Я мог сесть в тюрьму, и ты мне рассказываешь про какую-то хуйню, блядь, то есть ты считаешь, что я очканул, блядь, с тобой полететь? Да это абсурд, говорю, блядь. Он говорит, да не бывает такого, не можно тебя, типа, не впустить в самолет. Ты как билет купил? Я говорю, вот, нахуй. Я начинаю пробивать, блядь, по почте, нахуй, эту хуйню, по аннуляцию визы. Нихуя не приходит. Через неделю примерно я говорю, давайте еще раз попробуем, Диане. Те деньги за билеты висят, нахуй. Я не могу купить на них еще раз билеты. Мы покупаем билеты, все, купилось опять. Я такой, ну, заебись. И, блядь, приходит смс моей жене, что ваш рейс отменен. Берите на другой рейс билеты. Кстати, и только мне эта смска пришла, блядь. Никому больше, нахуй. Этот самолет улетел. Кирилл Сарычев, мы должны были улетать на одном рейсе с Кириллом, блядь. Он в Америку улетел, они уже сняли шоу, кстати. Реклама бесплатная, хатча. Это не комфу, это не боксинг. Это просто слаб. Мы слабим друг с другом. На лицо. Не на лицо, не на лицо. Слабь на лицо, окей? Они сняли, блядь, шоу уже по щечине. Без меня кинули меня, суки. Сука, блядь, долбоеба, Мэйден Рашин. Как он туда попал, блядь, если этот рейс отменен был? Вот как он туда попал? Я Кирилл говорю, что за хуйня? Он говорит, едь в аэропорт. Вот прям по факту, нахуй, ебашек там. Типа, почему все люди уезжают, а ты не уезжаешь? Я говорю, да, наверное, так и надо сделать. Второй раз я лечу, блядь. Еду, точнее, в аэропорт. А у нас тут информация, блядь, что вы, нахуй, на карантине, блядь. Что вы, типа, заболевшие. Вы, типа, в Европу летали, нахуй. Я говорю, вы че, ебнулись? Я не был в Европе, нахуй. Нас опять бортанули. Сказали, мол, идите, нахуй. Находясь в России, в третий раз я попытался купить билеты. Чтобы вы понимали, билеты не дешевые, блядь. Лететь туда 11 часов. Я покупал билеты, которые стоят, там, блядь, до 700 тысяч на двоих. И я понимаю, что, ну, гори нахуй на воду эти бабки. Типа, похуй мне. Я, как бы, да, я ради того, чтобы туда попасть, я потрачу хоть 20 раз по 700 тысяч. И в третий раз мы подходим, все, блядь, к самолету, блядь. Ну, нас уже все знают, что мы долбаем. Я даже писал своему монтажеру, блядь, чучелу. Скидываю ему, типа, вот, все, я улетаю. Ты ебись, мечта. Я фотки скидываю, что я в аэропорту, блядь. Это вся хуйня есть. Я вам даты даже, переписки покажу. Третий раз, блядь, это знаете, как испытание в жизни. Тебе пизят, ты встаешь, нахуй. Ебало бьют, ты все равно встаешь и идешь на пролом. Тебе бэ, бэ, потери идут. Третий раз, нахуй, подхожу, блядь. Диану, нахуй, на осмотр, ебать. Я вообще охуял. В смысле, что, мою жену осмотрел? Ее, нахуй, в кабину, в комнату, бля, в России. Начинают проверять. И они такие, типа, вы знаете, вы у нас уже два раза. Пытаетесь прорваться, блядь. А так они сказали, мы можем вас пропустить. Вы можете сесть в самолет. Но вас там развернут. Ну, что, блядь, все, нахуй, нихуя, не пустили. Прям при входе в самолет сказали, идите, нахуй. Пизда, короче, все, нахуй. Я понимаю, что Россия тут ни при чем. Мне казалось, что в России не хотят, что... Да всем похуй на меня, нахуй, блядь. Я понимаю, что Америка реально не хочет. И она говорит, России, ну, не пускайте их, мы их развернем. Говорит, летите. Вот, садитесь, нахуй, летите. Вы понимаете, что вы, нахуй, ну, мы просто не хотим отношения портить с Америкой. Как-то так они, ну, так, намекали. Я говорю, нахуй вы, блядь, какой осмотр, нахуя? Ну, типа, я так понял, лично поговорить. Я такой, ну, все понятно, блядь. Пизда. Я говорю, Диане, через два дня проверь почту. Может, что-то пришло, блядь. Приходит письмо о том, что ваша виза аннулирована. Обращайтесь в посольство, чтобы решить этот вопрос. Все, нахуй. Я в аэропорту, я вам без спестижа, нахуй. Я в аэропорту вот так, нахуй, когда мне разворачивали на последний момент. Без приколов, нахуй, иду и понимаю, что если еще, блядь, я начну больше сейчас углубляться в эту хуйню, я тут, нахуй, зареву, как телка, блядь, вообще просто, нахуй. У меня нахлынувает, нахуй, такая хуйня, знаете, неприятная, блядь. Я очень терпел, блядь, очень сдерживал себя, как, знаете, как мужик, который не должен. Но, блядь, если бы это произошло, я бы, нахуй, мне было бы не стыдно, были бы это слезы мужчины, нахуй, который старался и пытался, блядь, всячески вырваться, нахуй. Мне было бы вообще не стыдно, блядь, и похуй, что меня бы там кто-то снял, блядь, там. Я шел и понимал, все, пизда. И вот так вот я, ну и что? Хуй с ним такой, через 2-3 дня я отошел, блядь, хуй, похуй мне вообще. Я иду дальше, блядь, я не сдаюсь, нахуй. Все, у меня все заебись. Я здоровый, нахуй, быки, бать, у меня, блядь, столько сил, я, блядь, андентмейкер, я, блядь, нахуй, машина, я могу создавать. Ща расскажу вам кое-чем. Мой бой Бил Эдвард больше не может оставаться в Америке. Мы должны дать ему шанс остаться в Америке. Но для этого нужно много бабла. Так что мне нужна ваша помощь. Высылайте бабки Куинси Арни. Куинси Арни Брауну Первому. Отправляйте их прямо ко мне на Скидру. Пастырю Блу. И мы спасем ебаного Билла Эдварда. Вы говорили, а почему пастырь не приезжает в Россию? Давай в Россию, вы же хотели, все круто. Вы знаете, я никогда не хотел вам портить настроение. И никогда не хотел, чтобы вы думали о ком-то плохо, когда вам уже сложилось впечатление, что это очень крутой чувак. Изначально, когда мы договаривались с пастырем, ну вот я его встретил, мы решили, сели, обсудили. Давай ты будешь помогать нам, мы будем снимать контент, ты будешь помогать нам. Я буду платить тебе за это деньги. Адекватная сумма была, там, 100 долларов. Ну, образно, да, там, грубо говоря, 100 долларов, там, 6-7 тысяч. Это мерки России. Работы было больше, чем в России. 100 долларов. Мы будем платить 50 долларов за это деньги. Моранча. 100. Сотню, говорит. Сотню. Ман, я не хочу помощи, манши. Окей. Пойдем. Это очень дохуя. Раз уже, два, он такой, типа, он понимает, что просмотры идут, он видит, кто он, он понимает, что за человек. И такой, типа, нет, я не буду сниматься за такую маленькую сумму. Все, блядь, мне сказали, что ты зарабатываешь миллионы долларов. Давай, значит, по поводу пастыря. Скажи ему интервью взять в этом кресле. Интервью у тебя взять, да, вот в этом. Расскажет. А лучше нет, лучше в фургоне. Что он говорит? Ты же сказал, что ты ему должен. Что ему должен? Почему же вчера? За вторник. Он что, ебанулся? Он говорит, что в сумме должно было быть 300 долларов. Подожди, мы ночь на Скидру во вторник снимаем. Сегодня я ему заплачу за этот день. И еще 150 во вторник. Ребята, за то, что он с нами снимается так, между делом, я ему, конечно же, плачу, блядь. Он просто так ничего делать не будет. То есть сказал... Он сказал, что ты... Что? Что? Он сказал... Что? Скажи ему, ты охуел, блядь? Это борза, скажи, это нагло. Эдвард считает, что это нагло. Ты должен изо дня в день... Просто мы снимаем за каждый день. За каждый день мы платим. Скажи, он недоволен тем, что ты просишь больше денег, чем надо. Он должен понимать это, блядь. Чувствую, скоро пизда с пастырем будет. Ну нет, ребята, это я не шутка. Это слишком дорого. Каждый день 300 долларов? Вы че нахуй? Мой номер из Эдвард Бил. Я из России. Это Скидрол. Скажи, что я переехал с Россией. Пусть дает интервью, и мы заплачу 20 долларов прямо сейчас. Как его зовут? Нет, нет. Он говорит, если ты... Делаешь это, раздаешь деньги, раздавай где угодно. Но здесь мое. Здесь не надо никому раздавать. Не делай это. Если ты снял с мной, снял с мной. Я паста от комьюнити. Я просто скажу, окей? Уберёк он мне в лицо флюнул. Что? Ты типа сама работаешь? Ты хочешь контракт? Ты хочешь со мной работать? Тогда работай со мной. Не с ними. Ты объясни ему, что мы снимаем большой выпуск на YouTube про Скидроу. Мы не снимаем с ним. Мы снимаем в общем. Мы один раз снимаем это. Потом мы с ним снимаем. Он че не понимает? Я говорю, какие миллионы долларов, ты что ёбнулся, блядь? Я говорю, я у вас ничего не зарабатываю. Я зарабатываю с российского рынка. И это не миллионы долларов. Вообще, нахуй. Я трачу половину на контент в Америке, блядь. Даже больше, блядь. Платите по 300, блядь. Чё по в два раза, нахуй. Если ты кого-то хочешь снимать, то ты не хочешь снимать, то ты не хочешь. Или ты меня, и я буду защитить его, или он будет идти и дать их ехать. Он нахуй вать. Скажи, что мы в любом случае снимаем у людей, кого хотим. Платим мы только ему. За интервью, естественно, никто бесплатно его не даст, блядь. Если он не хочет этого, то наши дороги разойдутся сейчас. Снимай, кого хочешь, биздуй, да? Он будет платить, и мы будем стоять здесь. И мы делаем это же самое, что люди делают это каждый день. Они двинь и двинь и двинь и двинь, так что ты можешь сделать мне большие деньги. Я люблю большие люди. Нет! Потому что он сразу этого не сказал. Вопросов нет, скажи. Если он хочет стать президентом, вопросов нет. Если он хочет вместо Дональда Трампа... Ну, ему говорите, что он... Или не надо? Я вам этого никогда не показывал. Только из-за того, что я не хотел портить, блядь, сюжетные линии, блядь, в роликах. Я не хотел, чтобы вы сказали, блядь, бастер, блядь, выгоняй его нахуй, типа... Типа жадный, сука. Да, он жадный, блядь. Он очень жадный. Он один из тех людей, кто участвует в шоу моем. Он не основной персонаж. Ты хороший человек, ты подходишь нам. Но я просто, скажи, Эдвард такой человек, он просто не хочет терять хороших людей. Он не видит же ролики, он же не понимает, о чем там снимается. Там реально много людей таких, как он. Если каждый так же будет мне говорить, не снимать с тем, не снимать с этим, мы будем прощаться с ними. Но я этого не хочу. Я готов, я готов, что я делаю, тоже. Я готов, что я делаю, тоже. Я не могу быть так популярным, как он. И я очень радуюсь, но я хотел, что я хотел, что он пришел. Понятно. Скажи, мы все поняли. Он, типа, благодарен, что ты его берешь в свои ролики и повышаешь ему популярность, но... Ты ему объяснишь, что это стоит, ебать, сколько дорого, блядь. Ты ему объяснишь, что вот такая вот история... Смысл что-то объяснять, давайте снимем интервью. Он не поймет, ты что, не понимаешь, что он не... Окей, все, снимаем. Давай. Он, сука, за то, чтобы нас тогда копы повязали, блядь, когда я со стволами фоткался, реально уебали в наручнике. Кто-то снял на телефон, этот сюжет есть. Знаете, во сколько мне обошелся? Вот этот ебаный сюжет на телефон. Наши камеры все забрали. Кто-то с виду снял. Знаете, сколько он мне обошелся? Без приколов, нахуй. Просто, блядь. В 150 тысяч рублей. Вот этот вот на пиксельные камеры, нахуй, вот это вот. А знаете, как это произошло? Пастырь, нахуй, просто, блядь, забрал материал и говорит, мне не ебет, нахуй. Мне не ебет, плати бабки за него вообще, блядь. Это моя территория, это мой район, вся хуйня. Прикинь, блядь, он мне это сказал. Я вот так жру, нихуя себе, блядь. А как так получается? Нихуя себе, блядь. Камон, ё-мо, камон. На меня надели браслеты из-за тебя, это все, мэн? За то, что меня въебали, блядь. Расскажи Крыму, чтобы он никому не давал. Долгие деньги, да? Ты понимаешь, мы ему сейчас дали 240 долларов. За нихуя, за то, что он пастырь, за то, что он красавчик, за то, что он есть такой талантливый чувак. Я ему просто, да, я ему просто дарю эти деньги. Я тебе качнул инстаграм, блядь. Я тебе помог, нахуй. Я тебе сколько раз, блядь, помог. Неблагодарная такая хуня какая-то, блядь. Я понимаю, сука. Сука, блядь, типа, я понял, надо платить, блядь. Ну, похуй, ладно. Я отдаю эти бабки, блядь. Опять же, для вас же, блядь. Снимаю на камеру с ним, как я прощаюсь с ним. Типа, все, пока, блядь. Все, пастырь, круто. За эти бабки он там в конце отыграл, типа, заебись, охуенно. Брат мой, сват, нахуй. Я вот так, если там приглядеться, я либо в очках был, либо без. У меня был такой потухший взгляд, нахуй, знаете. На самом деле, я очень был зол, блядь, и очень, блядь, на него, блядь, зол. Я такой про себя, думаю, ну ладно, блядь. Это было перед отлетом, когда я улетал. Скажи нам, что нужно будет заплатить за палатку. Мне и лысой гнеди. Ты будешь заплатить за палатку. Платка нужна. Сейчас вернусь. Мне нужна сучка. Это реально талантливый чувак. Блядь, это реально, блядь. Он очень вам всем понравился, зашел. Сейчас вы про него можете все, что угодно говорить. Но мы с ним не поделили, блядь, что-то. Не поделили. И опять же, я ему сказал, брат, я улетаю. Ты сможешь снимать сюжеты в Америке? Я буду тебе скидывать деньги, там, заопределить. Давай договоримся, давай реально договоримся, чтобы не было сейчас разногласий. Дарю камеру, семерку, гугл-про, чтобы он здесь снимал. Да, и он сможет снимать. Я ему еще дарю вот такой вот свет. Это ночь, для ночной съемки я ему даю. Да, вопросов нет, моя нига, чего кого, блядь, давай нахуй, туда-сюда, блядь. Переводчик мне переводит, все, я такой, типа, ого, заебись, блядь. Он, когда остался в Америке, я улетел, я ему скинул деньги за то, чтобы он снял сюжет про коронавирус, про то, как... Вот я был на карантине. Про коронавирус, про то, что у них там произошло, там, туда-сюда, блядь. Если хочешь, я могу поснимать людей. Взять интервью в Голливуде и на скидроу. Спроси у него, готов ли он со мной снять совместный выпуск. Я буду снимать в России про коронавирус, а он в Соединенных Штатах Америки. Да, конечно, готов. Он, окей, все, заебись, все, 200 баксов я ему закидываю, типа, блядь, на нахуй. Я говорю, ну что, а когда скинешь материал, когда будет готово? Слушай, я вот нахуй подумал так. Мне сказали, что ты со стримов, нахуй, зарабатываешь огромные бабки, блядь. Где мои 300 тысяч, нахуй? Ну, в долларах сказал. Типа, моя доля. Он говорит, моя доля? А я говорю, какая доля, нахуй? Ну вот, типа, ты, блядь, на стриме, нахуй, заработал денег, дохуя, в России. За мой счет, ну, типа, ты за мое имя, там. Я говорю, это чего, нахуй? Я, блядь, нахуй, стримил, блядь, дома, блядь. Снимал, нахуй, контент на карантине, блядь. На своем канале Kill Bill Game, кто не знал, блядь, кстати. Я стримил игры, чат-рулетку, блядь, снимал реакции, нахуй, там. И он просит бабки, которые я заработал, вообще к нему не относятся, нахуй. Он говорит, где мои бабки? Я тебе ничего не скину, иди, нахуй, типа. То есть он кинул меня на бабки, блядь, потерялся. А я про все думаю, ну, пиздец, охуенно, блядь. Тупо развел, блядь, тупо, нахуй, разъебал. Потому что менталитет такой, весь другой у них менталитет. Они чуть-чуть другие, блядь. Им похуй вообще, блядь, на все. Они очень ленивые, нахуй, сонные мухи, блядь. Даже Амиран об этом говорил. На этом хуйня это все заканчивается. Я понимаю, что да хули толку же. Я в Америку не попаду, блядь, пастырь, нахуй, не снимает. И я начинаю заморачиваться в России, блядь. Многие пооткрывали свои проекты, все об этом знают. Чуть ли там от пиздилок, нахуй, до футбольных каких-то проектов. Вся эта история, у каждого своя линия. Но я решил, блядь, зайти просто нахуй с тылу, ебать. И въебать, ебать, повидло, че нахуй. Въебать чемпиона мира по вольной борьбе, по танцам, по лыжам, по греко-римской борьбе. Чемпиона мира по поеданию яблок, груш, апельсинов, пирожков, бананов, авокадо. Ни бананов, блядь, ни хуя вообще здесь. Ни хуя. Ну кто вы после этого? Вы гандоны? Мы запустили свой проект, автоканал. Называется он «Полный баг». Это тестовый видос. Я пока не понимаю, как вы отреагируете. Я снял свой автомобиль. Какой автомобиль? Ну кусочек покажу, отрывок. Может понравится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если что. Что, ебанутый что ли? Красиво пошел. Я один раз разъебал, ребята. Это пиздец. Что за аппарат? Можете посмотреть этот видос, перейти, если кому интересно. И остаться там. Полный баг. Посвящен исключительно автотематике. Без какой-либо хуйни. Исключительно на жестком юморе. Частичка Эдварда Билла останется, блядь, в проекте автоканала. Полный баг. Тот же самый Чида, те же самые приколы. Но это будет намного интереснее. Если кто балдеет по тачкам. Ну не только по тачкам, мы думаем все снимать. Все, что едет на четырех колесах. Похуй вообще. Переходите по ссылке в описании. Канал называется Полный баг. Это мой личный канал. Уже видос вышел. Прямо сейчас вы можете посмотреть. Это все ради того, чтобы я не сидел на месте. Америка. Не получилось. Да получится что-нибудь другое. Я не знаю, в Мексику слетаю. Пишите свои варианты, куда бы мне зимой полететь. В России зимой тяжело снимать. Все об этом знают. Куда мне зимой полететь? В какую страну? И мы можем там навести шорох. Прикольно будет. Интересно. В большинстве случаев я прислушиваюсь к своей аудитории. И выполняю какие-то адекватные просьбы. Если это интересно. И в заключение я хотел бы вам сказать. Очень редко, когда выходят такие видео. Когда я сижу, блядь, напротив. Дул пулемет. Сыка, дул пулемет. Пускай это монолог. Но я чувствую, вот, объективы. Каждый из вас вот так смотрит на меня. Ти, да, блядь. Так, знаете, как будто лично со мной. Я рад каждому из вас, кто смотрит эти видео. Я никогда не отчаиваюсь и рекомендую вам этого никогда не делать. Вы очень сильные девушки, парни. Не забывайте о том, что русский дух непостижимо могуч. Вот просто невозможно его наебнуть. Ну, нереально. И никогда не отчаивайтесь. Что бы ни произошло. Вот я боролся там два дня с этим. Я, блядь, охуевал, да, реально неприятно. И потом я встал на ноги и говорю, нет, все, мы ебашим. Мы дальше работаем. Мы не опускаем рук. Просто ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Пишите комментарии. Что вы думаете по этому поводу? Чем больше комментариев? Мне интересно, я читаю. А вот интересно, Эдвард Билл поставит лайк, если я прочитаю? Ну, типа, напишу. Да я все вижу, блядь. Да могу поставить. Напишите. Что-то адекватное. Кому не сложно. В пятницу пранк. Интересное. А пока что посмотрите новый ролик. Как раз после этого ролика новая волна такая, знаете. Новый проект. Как раз я вот подводил, пока его сделал. Как раз я хотел это видео записать. Думал, надо с новым проектом его писать. Все жесткие моменты с Америки. Все как обычно, вы знаете. Я загружаю по ссылке в свой телеграм-канал. С вами был я. Не прощаюсь. До пятницы. Эй, пока.